До 15 июня выпускники школы республики получат аттестаты. В этом году это более 3011-классников. Те из них, кто планирует поступать в ВУЗ, будут сдавать ЕГЭ. Его проведение планируется в июле. А в конце июня пройдет пробный экзамен. Все подробности далее в актуальном интервью с министром образования. ЕГЭ, ВПР, ОГЭ, выпускные и день знаний. Если для вас эти аббревиатуры и слова что-то значат, тогда будьте внимательны. У нас в эфире министр образования и науки Республики МРИЭЛ Наталья Адамова. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. И давайте начнем с ЕГЭ. Это вопрос, который волнует и выпускников, и родителей. Что, когда, где сдаем и какие нововведения в этом году вы планируете? Действительно, сейчас уже определились даты ЕГЭ. И мы можем уже уверенно говорить о том, что расписание на 99% не изменится. Единые государственные экзамены начинаются с двух дней. Это 29 и 30 июня. Но в эти дни в Республике пройдут пробные экзамены без участия учеников. В эти дни будут открыты все пункты проведения экзаменов. У нас их 25 на территории Республики. Будут работать руководители пунктов, организаторы, медицинские работники, сотрудники МВД, для того, чтобы еще раз проверить готовность к выполнению в первую очередь санитарно-противоэпидемических мероприятий, готовность техники, готовность буквально с первых минут соблюдения социальной дистанции при входе в ПП, при проведении термометрии. То есть вот в эти два дня пробные экзамены без ребят. Затем 3 числа экзамены по выбору географии, информатика, литература, русский язык, большой экзамен 6-7 пройдет в течение двух дней. И затем 10-го профильная математика и остальные экзамены. Завершится основной период 24-25 июля. Это резервные дни для тех, кто в основные дни по уважительной причине не смог сдать экзамены. И затем предусматривается еще дополнительный период в августе 3-го, 5-го, 7-го и 8-го августа. А сколько экзаменов в этом году должны сдать 11-ти классники? 11-ти классники количество экзаменов выбирают сами. То есть в зависимости от того, сколько им необходимо для поступления в ВУЗ. Во-первых. Во-вторых, на сколько направления они хотели бы поступить. Если, допустим, выпускник собирается поступать, скажем, по техническому профилю, гуманитарному, тогда количество экзаменов у него 4-5 экзаменов. Если только один профиль, то здесь может быть 2-3 экзамена в зависимости от требований ВУЗа. Мы, со своей стороны, не ограничиваем количество экзаменов. Аттестаты ребята получат до 15 июня для того, чтобы уже с 20-го числа иметь возможность направлять заявление в высшее учебное заведение. Условия приема размещены на сайтах. То есть заявление можно направить, заявление и копию аттестата можно посредством электронной почты. На сайтах ВУЗов есть формы для направления документов. То есть ребята направляют свои данные. А затем, уже после прохождения ЕГЭ, ВУЗ из базы данных берет эти данные и уже рассматривает вопросы зачисления. Сейчас идет какая-то подготовка аудитории, учителей, учеников? Да, на сегодня идут организационные, скажем, мероприятия. То есть определение количества аудиторий. Идет закупка необходимого оборудования, именно, скажем, санитарно-противоэпидемического. Это маски, это обеззараживатели воздуха, это бесконтактные термометры. То есть все для того, чтобы создать условия. А ученики как готовятся? Для учеников организованы консультации по тем предметам, которые они выбрали. К сожалению, консультации идут в дистанционном формате, потому что проводить в очном формате пока не позволяет ситуация. Наталья Васильевна, Вы как учитель математики, что можете посоветовать выпускникам в этот такой непростой период? Продолжать сохранять спокойствие, продолжать готовиться, потому что сейчас учебный год завершен, идет подготовка по тем предметам, по которым ребята готовились. То есть организовать свой режим дня, организовать график занятий и спокойно готовиться к сдаче экзаменов. Я думаю, все у ребят получится. А сколько у нас медалистов в этом году? В этом году чуть более 300 медалистов. Наибольшее количество, как всегда, в Ишкар-Алии, это 123 медалиста. Далее это Медведевский район, город Волжск, Космодемьянск по 20 медалистов. Поэтому это действительно те ребята, которые 10-11 класс учились хорошо и в аттестате имеют оценки отлично. Она что-то сейчас дает, эта медаль? Медаль по правилам приема ВУЗа может дать дополнительные баллы при поступлении. Среди тех, кто сейчас прощается со школой, и девятиклассники. Им в этом году повезло, экзаменов у них нет. Но как они будут поступать в колледж? Здесь после получения аттестатов ребята также обращаются на сайты колледжей и техникумов. Колледжи и техникумы сами устанавливают начало приема, но, как правило, это не позднее, по общим правилам, не позднее 20 июня. То есть, начиная с 20 июня точно так же направляется заявление, направляется копия аттестата. Затем техникум колледж связывается с этим выпускником, готовится еще один документ о выдавление. Прием документов будет идти, приемная кампания, до 25 августа. В тех техникумов и колледжах, где необходимы дополнительные испытания, допустим, творческие испытания, физические, еще какие-то с 15 по 25 августа пройдут испытания. После того, как пройдет первая волна зачисления, если будут свободные места, это компетенции региона, до установления количества мест, то прием продляется до 25 ноября. То есть, у ребят есть возможность сейчас выбрать, спокойно направить документы, определиться уже с дальнейшим обучением. А выпускные у детей будут? Выпускные будут, но в онлайн формате. К сожалению, ситуация не позволяет нам встретиться, но тем не менее, очень бы хотелось, чтобы радость этого события, она у ребят была. И мы, пользуясь случаем, приглашаем ребят 19 июня к экранам телевизоров и приглашаем на республиканский выпускной вечер. Вы также онлайн провели последний звонок. Вот какие ощущения, впечатления возникли? Это был первый опыт, и нам очень хотелось, во-первых, создать у ребят и праздничное настроение, создать запоминающееся настроение и сделать так, чтобы это событие объединило всю республику. Я думаю, это получилось и по откликам районов. Вы, наверное, видели, были представлены все районы, где-то это были поздравления и добрые слова от выпускников, от родителей, от педагогов. И тот последний звонок, который пролетел по республике, я думаю, ребятам запомнится. То есть, ну, не обязательно, наверное, все должно быть одинаково, как у всех. У наших ребят получился такой последний звонок. Есть надежда, что 1 сентября будет с линейками, с шарами? Очень хочется надеяться, потому что мы тоже ждем 1 сентября именно в очном формате. И вот сейчас в течение лета идет активная подготовка, подготовка именно помещений к 1 сентября. Мы готовим точки роста, ремонтируем спортзалы по всей республике для того, чтобы все-таки встретить 1 сентября в стенах школы, ребята. И тем не менее, вот этот учебный год, он был таким сложным. Все мы прошли экзамен на прочность. Я имею в виду сейчас дистанционное обучение. Вот вам как кажется, мы справились и дети, и школы, и учителя? В целом мы справились. Эта ситуация позволила нам сделать значительный шаг вперед. И мне очень хочется успокоить, наверное, тех родителей, которые очень переживают, не произойдет ли замена очного образования дистанционным. То есть мы сейчас рассматриваем дистанционное образование как вспомогательный формат образования. То есть мы не отказываемся от очного образования. То есть мы на сегодня видим, что получилось. То есть какие есть проблемы. Проблемы, они, в общем-то, наверное, общеизвестны и родителям. Это техническая недостаточная оснащенность как образовательных организаций, так и каждой семьи. Затем не всегда кадровая неготовность, то есть не всегда педагог готов работать в этой системе. Понятно, что для ребят, допустим, начальной школы здесь очень нужна помощь родителей. А родители в силу и занятости, но где-то отсутствие педагогических навыков, ну им сложно заниматься. Вот. Ребятам, допустим, средних классов, наверное, не хватало некой самостоятельности и вот саморегулирования поведения. У старших были сложности с освоением материала, потому что все-таки материал сложный и требуется помощь педагога. Поэтому в целом система сработала, сработала. И мы, в общем-то, больше берем положительного, то есть если мы раньше очень медленно шли к внедрению дистанционных технологий, сейчас нам удалось совершить некий скачок в этом, скачок, и в дальнейшем мы уже понимаем, как надо работать. То есть это вариант, который может действовать вот на период, допустим, таких ситуаций, каких-то погодных явлений. Он может и должен работать, для того, чтобы процесс, в общем-то, обогатить процессы, для того, чтобы процесс не останавливался. Но все-таки это было дистанционное или самостоятельное домашнее обучение? Здесь вот по ряду факторов часть школ, ну процентов, скажем, 30-40 работала в полном формате дистанционки. Это когда учитель выходит на связь, учитель проводит урок, учитель контролирует учеников во время занятия. Еще процентов 30 занятий в большей степени, это была некая, в большей степени самостоятельная работа. И еще был, конечно, небольшой процент, это когда отсутствие связи, но и передача домашнего задания, ну очень таким старинным способом, да, либо уж в крайнем случае через фотографию или через бумажный носитель передачи домашнего задания, это, к сожалению, есть. Сейчас лето. Вопрос, который возникает сразу же, это пришкольные лагеря. Они будут работать? На сегодня сказать дату открытия пришкольных лагерей я пока не могу, потому что решение об открытии лагерей принимает оперативный штаб в зависимости от ситуации на территории республики. Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничений, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы планируем лагеря, планируем работу лагерей. То есть лагеря получают необходимое заключение, есть определенный список персонала, есть список ребят, которые хотели бы пойти в лагерь, но все зависит от ситуации. А детские сады когда начнут работать в обычном режиме? На сегодня детские сады работают в режиме дежурных групп, но учитывая ситуацию, то что все-таки большее количество родителей уже выходит на работу, происходит увеличение количества этих групп. И в перспективе детские сады работают, скажем так, по графику, как они и раньше летом работали. Часть детских садов, допустим, работала в полном объеме, часть находилась на ремонте. То есть вот сейчас мы к этому графику постепенно подходим. То есть детские сады будут работать, но дежурные группы, они отличаются меньшей наполняемостью, но и сохраняют вот эти все санитарно-противоэпидемические мероприятия. Здесь тоже ситуация покажет. Я благодарю вас за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам.